Мы приехали на Баренцево море Познакомиться с очень интересной морской рыбой Под названием пинагор В самом слове таится что-то таинственное Пинагор А второе название точно вызовет у вас улыбку Это рыба воробей Обитает этот пинагор воробей В морях Северного Ледовитого океана И поэтому Баренцево море Вполне подходящее место Для встречи с этой относительно небольшой рыбой Живет пинагор на глубине 150 метров Но на нерест приближается к берегу Именно этой особенностью мы и воспользуемся И попробуем его найти в прибрежных зарослях В районе устья реки Титовка Где стоит дайв-центр Папа В дайв-центре достаточно комфортно И все есть для отдыха и погружения Погружаться можно с берега Что очень удобно для наших поисков Приятно отдохнуть после длинной дороги Развлечься с друзьями и завести новые знакомства Но нам пора отправляться на поиски нашего героя Нам необходимо хорошо подготовиться Погружение в Северное море требует более ответственного отношения И более теплого гидрокостюма И вот оно, Баренцево море Море чистое и холодное Солнечные лучи пронзают толщу воды И миллиарды бликов рассыпаются по дну Где наша рыба-воробей? Где она прячется в этом загадочном и красивом мире? Давайте искать И будем надеяться, что наши поиски будут успешными На мелководье много растительности В которой прячется, живет, охотится И размножается множество различных животных Вокруг нас плавает множество рыбы Маслюки, камбалы И особенно много рыбы тресковых пород Рыба абсолютно не боится дайвера Подходит очень близко Еще неизвестно, кто на кого пришел посмотреть Иногда такое ощущение, что треска ждет от нас чего-то И вот сейчас она завиляет хвостиком В ожидании подачки Но при всем обилии животных и рыб Рыбы-воробья здесь нет На песчаных отмелях Пинагор нам не встретился Возможно, мы найдем его, погрузившись глубже На глубине много затонувших кораблей Барж и иного железа Человек жил и работал здесь много десятилетий Все, что приходило в негодность Человек бросал и топил в глубинах Огромные морские суда Некогда бороздившие моря Лежат теперь горами железа на дне Такую плату оставили мы море Которое щедро делилось с нами своими богатствами Но море приняло эти рукотворные рифы Везде мы встречаем жизнь Каждый уголок заселен И является чьим-то домом Или чьими-то охотничьими угодьями Донные животные прекрасно себя чувствуют В тени, на бортах И под днищами затонувших кораблей Рыбы нашли убежище в трюмах В рубках И на палубах вырастают сады водорослей На глубине мы так и не встретили Пинагора Нам необходимо вернуться к берегу И поискать его в зарослях прибрежных водорослей И вот Наши поиски увенчались успехом Это самец Он охраняет кладку Самка отложила икру И вернулась на глубину А самец остался ухаживать за будущим потомством Охранять его Самку больше не будет заботить будущее ее детей А отец же будет продолжать их нянчить Даже после вылупления мальков из икринок Самец бережно ухаживает за икрой Вентилирует и удаляет мусор Наше присутствие не сильно беспокоит его Но и мы стараемся не тревожить лишний раз Нашего малыша Пинагора И не отвлекать его от забот о потомстве Давайте присмотримся к этому заботливому папаше Тело у Пинагора толстое Без чешуи Но с костными округлыми пластинками Такой симпатичный толстячок в броне Между пластинками и на голове Имеются маленькие тупые костные шипики В период размножения самцы Пинагора приобретают ярко-красно-синю окраску Эта окраска помогает ему прятаться в прибрежных зарослях Обычно же окраска у Пинагоров черно-серо-голубая Сверху более темная Брюшные плавники у Пинагора видоизменены в особую присоску С помощью которой он может прикрепляться к подводным предметам А мальки Пинагора с помощью этой присоски облепят папу И будут первое время кататься на нем, пока течение не унесет их в разные уголки Ледовитого океана Мы не будем больше ему мешать А еще немного полюбуемся той красотой, в которой живет наш герой И кроме него живут миллионы удивительных существ Населяющих суровое, но красивое Баренцево море Заканчивается наша поездка И нам пора домой Мы познакомились с Пинагором И он оказался вполне симпатичным толстячком И еще заботливым папашей А мы? Мы обязательно вернемся И расскажем вам новую историю о холодных морях И обязательно расскажем новые истории О необыкновенных жителях этих морей Редактор субтитров А.Семкин